Музыка Здравствуйте, в эфире телекомпания «Город» программа «Городские встречи». Гостями нашей сегодняшней студии стали представители детской общественной организации «Хозяин Мещоры». Здравствуйте. Итак, руководитель организации Елена Копылова и член организации Анны Копылова. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про организацию в целом, чем вы занимаетесь, чем вы увлекаетесь, как давно вы состоите, как давно существует ваша организация. Нашей организации уже 15 лет. В этом году мы отмечали юбилей в марте. И наша организация имеет весьма разнообразные направления деятельности. Среди них, в первую очередь, конечно, это экологическое направление, но кроме этого мы занимаемся краеведением, волонтерской работой, просветительской деятельностью. Ну и, в общем, по сути, мы помогаем тем, кто обратится в нашу организацию. Ну, чтобы было более понятно на практике, давайте наиболее частые мероприятия. Какие вы проводите, в каких вы участвуете, чем вы занимаетесь? Мы каждый год подаем отчет о наших мероприятиях. И с каждым годом количество мероприятий растет. Если раньше у нас было 20 мероприятий в году, то в прошлом году это количество составило более 50. Как правило, весной и осенью мы работаем в рамках программы Рязанского экологического альянса. Это большая уборка, акции сделаем, возродим наш лес. Тесно мы сотрудничаем с Министерством природы пользования, с Министерством лесного хозяйства. И, как правило, во всех акциях стараемся участвовать. Кроме этого, у нас есть своя собственная программа внутришкольная, когда мы готовим для младших школьников и для школьников общешкольные мероприятия по экологии. Как правило, они посвящены, бывает, например, зимовкам птиц. Для подкормки мы проводим специальные викторины, всевозможные конкурсы, когда дети изготавливают кормушки, участвуют в этих акциях. Кроме того, мы ежегодно совершаем экскурсионные выезды и волонтерские выезды. У нас есть целый ряд музеев, в том числе и в Рязанской области, которым мы помогаем. Вот как-то так. Аня, вопрос к вам. Вы в организации, я знаю, уже около пяти лет. Что вас привело в организацию и за какую идею вы боретесь? В организацию меня привело, я много раз слышала о ней и ездила на самые первые такие акции, как День журавля, приехала там, было очень интересно. Мне понравилась сама идея, то, что природу надо защищать и бороться за то, чтобы другие люди тоже так себя вели. И вступила в эту организацию уже четыре года. Я везде езжу с ними и помогаю. Мы часто очень посещаем Окский биосферный заповедник, помогаем собирать ком для зубров, делать журавлятник для птиц и так далее. В этом году мы очищали родник. И это все дает внутреннее удовлетворение, что ты внес вклад в восстановление экологии этого города. В каком классе учишься сейчас? В девятом. А потом планируешь связать свое будущее, свою профессию с экологией? Хочется тебе или как-то? Ну, я думаю, это больше останется как хобби. Как хобби, да. У вас организация при школе, насколько я знаю? Да, это школьная организация. Сколько участников в организации? Сколько? Ну, около 150, наверное. 18 октября будет акция «Большая уборка». Она где будет проходить? Конкретно где вы будете задействованы? Чем вы будете заниматься? В этом году мы в «Большой уборке» принимаем участие шестью волонтерскими отрядами. Три из них будут участвовать в уборке на озерах Ласковском, Уржинском. Один отряд, в частности, отряд Ани, отправится в район Коростова, там в районе Дубков, место отдыха рязанцев, и она очень замусорена. И два отряда в Рязани будут помогать убирать территорию при храмах, при Казанском и при Николодворянском. Вот про это направление подробнее расскажите, пожалуйста. Кроме экологии вы еще помогаете храмам, да? Да, мы так назвали его очень давно «Экология души», потому что началось это направление сначала с помощи сиротам. У нас среди акций есть и сбор игрушек для детей-сирот, и помощь дому ребенка, когда наши дети приходили туда нянчить малышей. Была проведена акция для библиотеки для слепых, когда зимой дети сами вызвались, узнав о том, что есть трудности, расчистили дорожку к этой библиотеке. А после, когда слава, так скажем, распространилась, к нам стали обращаться люди, которым нужна была помощь. И в частности, вот начинающие восстанавливаться храмы, приходы их просили помочь в подсобных работах. Сегодня у нас в копилке уже восемь храмов, которым мы помогли и продолжаем помогать. И не только в Рязанской области. У нас есть поездки были совершены и в Тверскую область, и в Московскую область, и даже в Майкоп ездили дети. Так что, в общем, куда позовут и куда будет возможность поехать, туда наши дети отправляются. То есть представляется еще отличная возможность попутешествовать. Конечно, конечно. Именно так. Вот если телезрители захотят поучаствовать, помочь природе, экологии, либо храмам, скажите, вы только школьников объединяете, либо могут любые участники? Ну, так как мы действуем в рамках школьной программы, естественно, нас поддерживает управление образованием, то, естественно, мы не можем эти автобусы, которые нам выделяет, например, город, предоставить для всех желающих. Потому что у нас своих, все-таки, как вы слышали, 150 человек. Но если получается так, что у нас есть свободные места, мы приглашаем родителей, родители с нами с удовольствием ездят. Мы приглашаем своих уже теперь выпускников, которых уже работают, и они с нами продолжают ездить. У нас многие педагоги очень вызываются и просят специально взять их, даже если они не в нашем направлении, не в экологическом, на помощь. И поэтому, конечно, мы всегда призываем всех. Более того, когда мы проводим акции, например, в микрорайоне, то мы стараемся сообщить всем жителям местным, чтобы они тоже выходили на помощь, на поддержку. И, в частности, вот в Приокском, когда мы убирали, местные жители очень отметили, что им понравилось, как мы чисто привели в порядок сквер, парк, придомовую территорию. Многие выходили, поддерживали нас, сказали, что в следующий раз обязательно зовите, мы тоже вам поможем. Если вы много путешествуете, много есть, наверняка вы еще какие-то открытия совершаете. Вот расскажите про них поподробнее. Ну да, это тоже, конечно, очень интересное направление. Оно появилось не очень давно, в 2012 году, во время наших подсобных работ батюшка в Агропустыне, отец Роман Ганеев, обратился к нам с просьбой помочь в поиске истории храма, если возможно, поискать какие-то документы, сведения. И эта работа, в общем, у нас тоже очень хорошо пошла, дети включились, и сегодня у нас несколько исследовательских работ, которые были оценены на всероссийских конкурсах. А речь стоит, как мы можем на основе этих работ сегодня создать даже целый музей вот в Агрофийной пустыне. Мы бы хотели обратиться ко многим жителям этого села, и мы вот уже несколько раз совершали туда поездки с докладами, чтобы люди тоже помогали нам и помогали собирать этот материал. Расскажите, название у вас очень интересное – «Хозяин Мещора». Почему такое выбрали? Ведь не только Мещора у вас, а и другие места, и горы в том числе. Почему такое название? Ну, конечно, лучше бы, если бы дети рассказали об этом. Но, в общем, ладно, я сама скажу, потому что наша Мещорская низменность представлена Южной тайгой, такая лесная зона, и всегда считалось, что хозяин тайги – это медведь. Мы первую свою экспедицию совершили в Окский заповедник и взяли интервью у сотрудников, спрашивали их в первую очередь, а медведь есть в нашей Мещере? И они сказали, что вот медведь, ну, сейчас вот он заходит только к нам, не живет постоянно, но следы периодически встречаются. И вот мы подумали, что вот если целью организации станет возврат медведя, хозяина вот в тайгу в нашу Южную, то это, наверное, все-таки хорошая будет благородная цель. Это значит, что лес живет, растет, здравствует, и вот отсюда такое интересное название, такой символ. Аня, ты расскажи мне, пожалуйста, про название «Хозяин Мещера». Что ты вкладываешь в это название, как понимаешь его? Ну, то, что Мещера – это такой заповедный край, и действительно нужно помогать, возвращать медведя туда. И просто там находится Окский Бершерный заповедник, мы постоянно с ними сотрудничаем, помогаем им во всем. И, наверное, это действительно очень близко, и поэтому решили сделать такое название. Я напоминаю нашим телезрителям, что гостями нашей сегодняшней студии стали члены представителей Детской общественно-экологической организации «Хозяин Мещера». Спасибо вам за интересную беседу, мы желаем вам успеха в вашем непростом труде. До свидания. Я напоминаю, что в эфире была программа «Городские встречи». До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова